Слово предоставляется товарищу Кузьмину Алексею Вячеславовичу, руководителю Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Актуальность ленинского подхода в борьбе за философию марксизма. Дорогие товарищи, уже много говорилось о борьбе, о борьбе политической, говорилось о борьбе идеологической, о борьбе идеологической много говорилось. Хотелось бы рассказать и поднять тему борьбы за философию марксизма. Диалектический материализм как метод и сама философия марксизма, как писал Ленин в работе «Три источника и три составные части марксизма», оказался единственной последовательной философией, верной всем учениям естественных наук, враждебной сувериям и ханжеством. Это означает, что нет другого пути познания, пути к истине, кроме использования самого прогрессивного метода, который был разработан Георгом Гегелем, материалистически истолкован Марксом и Энгельсом, который глубоко понял и применял Ленин. Верный метод — это правильный путь в познании объективной реальности, в том числе и в познании общества. Как только человек стал человеком общественным по сущности, его развитие рассматривается как общественное развитие. Общественные отношения с определенных пор стали отношениями классовыми и остаются таковыми поныне. Политика — это общественные отношения, которые движут классовые интересы. Общественные отношения в их развитии — это один из предметов исследования философии. Владимир Ильич Ленин отмечал, что вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые, передавая мысль, человечество уже поставило. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. Попытки ревизии философии марксизма и подмены материализма идеализмом Ленин справедливо воспринимал как покушение на основу учения, как попытку исказать истину, и реагировал на них, проявляя нетерпимость к любым таким попыткам. Основной работой, которая поставила точку в разгроме философских оппонентов, является работа материализма и империокортицизма. Лениным философская активность некоторых членов партии была определена так. Это типичный философский ревизионизм, ибо только ревизионисты приобрели себе печальную славу своим отступлением от основных воззрений марксизма и своей боязнью или своей неспособностью открыто, прямо, решительно и ясно рассчитаться с покинутыми взглядами. Опираясь на четкие материалистические позиции, обоснованные и развитые Марксом Энгельсом, Ленин использовал и многократно разъяснял ключевые понятия материалистической диалектики, такие как вещь в себе, ощущение, материя, абсолютная относительная истина и другие, и доказывал, что все попытки ревизии есть либо сплошной плагиат у Беркли, а значит представляют собой субъективный идеализм, либо шатание между идеализмом и материализмом, являющиеся по сути агностицизмом. Отметим здесь некоторые моменты, на чем, по словам Ленина, свихнулись преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путанное и реакционное, вскрытое им в их литературных трудах. Одним из камней претновения в теории «развивающих» марксизм Байдановой компании явилось непонимание ими такого понятия, как «вещь в себе». Вещь в себе – это вещь вне нашего ощущения, вне нашего познания. Познанная вещь становится вещью для нас. Непризнание вещи в себе как непознанной материи, материи вне наших ощущений, то есть отказ от объективно существующей реальности, независимой от нашего познания и наших чувств, привело путанников к дуализму «вещи в себе». Этот так называемый дуализм разрешался ими только одним способом – волонтаристским субъективным исключением из материального мира того, чего мы еще не познали, не ощутили, то есть мира вне наших ощущений или опыта. Если же твердо стоять на материалистической позиции, то никакого дуализма вещи в себе нет, а есть внешний мир, познаваемый нашим сознанием и существующий независимо от него и наших знаний о нем. Материализм – признание объектом в себе или вне ума, идея и ощущения – копии или отражения этих объектов. Противоположное – учение, идеализм. Объекты не существуют вне ума, объекты – суть комбинации ощущений. Так можно подвести итог понимания вещи в себе словами Ленина. Вещь в себе становится вещью для нас в результате познания. Познание вещей происходит посредством ощущений. И уж никак не сами вещи в себе есть в комплексе ощущений, как трактовали это махисты. Чувство, ощущение – есть источник познания, а посредствующее звено между познающей материей – субъектом и познаваемой материей – объектом. И сегодня находятся некоторые товарищи, которые точно так же, как и сто лет назад, выдают нам болтание между материализмом и идеализмом за то, что они встали на более высокую позицию философии, чем материалисты диалектики. Владимир Ильич Ленин отмечал, что предметы наших представлений отличаются от наших представлений. Вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последняя – только часть или сторона первой, как сам человек – лишь одна частичка, отражаемая в его представлениях природы. Если говорить об ощущениях с материалистической точки зрения, то необходимо принять, что источником ощущений является материя, материальная. Как актуально звучат слова Ленина, что для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется. Ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны. Для материалиста наши ощущения – суть образы единственной и последней объективной реальности. Последней не в том смысле, что она уже познана до конца, а в том, что кроме нее нет и не может быть другой. Это самой объективной реальности есть материя. Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. Это определение Ленина легло в основу марксистской философии. Одним из моментов жесткой критики Ленина взглядов богдановцев стало отрицание ими объективной истины. Владимир Ильич Ленин характеризовал это как агностицизм и субъективизм. Ни для кого не секрет, что Земля существовала задолго до появления на ней человека. Это объективная истина, которую почему-то отказывались признавать вполне образованные товарищи, претендующие на то, чтобы развивать диалектический материализм. Говоря об отношении относительной истины к абсолютной, Ленин отмечал, что человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы с дальнейшим ростом развития. Шаг за шагом в процессе познания из относительных истин складывается абсолютное. Только такое понимание соответствует материалистической диалектике, которую Ленин определял как теорию познания. Отмечая заслуги Маркса и Энгельса в отстаивании ими основы диалектического материализма, Ленин определял такое понятие как партийность философии. Он писал, что Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными философии, умели открывать подступления от материализма и поблажки идеализму и фидеизму во всех и всяческих новейших направлениях. Непримиримая и жесткая позиция Ленина в борьбе с наступлениями от материализма – это продолжение дела Маркса и Энгельса, отражение глубочайшего понимания последствий отказа от такой борьбы. Отход от материалистической диалектики в познании общества, отказ от борьбы против насаждения разных форм идеализма, сваливание в позитивизм привели к возрождению реакционной философии. Игнорирование законов о развитии общества приводит к серьезным последствиям. Одним из таких последствий стало уничтожение СССР. Борьба с реакцией невозможна только в одном из направлений. Она должна быть повсеместной, в том числе и философия. В работе о значении воинствующего материализма Владимир Ильич Ленин указывал, что необходимо организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах. На сегодняшний день такую работу по обучению марксизму ленизма во всех трех его моментах-источниках ведет Фонд Рабочая Академия. Диалектический материализм, как философия марксизма, может быть только воинствующим и не должен прекращать борьбы с попытками протаскивания реакционной философии марксизма. Благодарю за внимание.